Изменев. Четвертый на так. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, дорогая Оксана. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Только что мы услышали мнение самого успешного продюсера по версии трёх сезонов. А меня специально не хотели делать успешным, потому что, наверное, думают, что соседов, Сергей Соседов, это уже успех, да, само имя. Это шоу-мейн, это же праздник. Как бы мне всего остального. Дело в том, что, действительно, друзья мои, мы можем ёрничать и... Но моих артисток не оценили, понимаете, и мою работу с артистами не оценили. В большой советской энциклопедии под ключевым словом «праздник» действительно изображена фотография Сергея Соседова, это факт. Серёжа, мы вас очень любим и желаем вам успеха в четвёртом сезоне, если вы, конечно, подпишете контракт. Если канал пойдёт на это. Оксана, а ты спрашиваешь, как мне с нами было здесь? В этом сезоне? Тебе? Неплохо. Я уверен, неплохо и интересно. Как минимум. Многие бы позавидовали тебе, на самом деле. По поводу того, что произошли некоторые изменения, да, действительно. Дело в том, что зрители, которые привыкли на протяжении двух сезонов видеть на том месте, на котором сейчас я нахожусь, ёлку. А для них, конечно же, произошли некоторые изменения. Это первое. Спасибо большое тем, кто ценит мой иногда непростой юмор. Дело в том, что мне не пишут тексты, в отличие от некоторых членов жюри. Вот. А вообще я хочу сказать, что переменам среди нас всех не подвержены только два человека. Ну, скажем так, один из них человек, хотя... Нет, наверное... Какой человек? Скажем так, Оксана Марченко, я считаю, что это полубожество. И эти аплодисменты ещё будут тому свидетельствовать. Вот. А второй – это Игорь Кондратюк, который в 80-х годах подписал контракт с дьяволом. И с тех пор стареет только его портрет. А сам Игорь Васильевич нет. А у самого у него есть дача в Трансильвании. Ты же говорил, что у меня есть дача. И в прошлом эфире он выпил у меня много крови. Ну, не всю, а вообще не всю. Дякую. Игорь, до речи, ты у нас этого года счастливый наставник, аж двух суперфіналистов. Это, наверное, тебе компенсация за эти два года, когда ты забрал сребло. В этот раз уже гарантированно перемога за тобой. Как ощущения? В ощущения прекрасные. Это, мне, до речи, компенсация за то, что два года после первого от меня сидел Серёга. А теперь, слава Богу, Ира Дубцова. Это первая компенсация. Вторая компенсация, конечно, сегодня я чувствую себя абсолютно не напруженно, потому что и в прошлом году, и два года назад, я реально пятнился и думал, Маша переможет, или переможет Олег. Сегодня мне... И сегодня ты понимаешь, что не переможет ни Маша, ни Олег. И ты спокойно. Я хочу сказать, что... Что был дивный сезон, я сгоден с соседовым, он не вдався, потому что, на жаль, в суперфинале лише двое, а не трое. Потому что и Яша было бы також классно сегодня бачить его суперфиналистом. Игорь, а ты считаешь справедливым, что вот моих девушек всех вот выкинули, откровенно, с дистанции? Да, мои кто за всех выкинул, Серёжа? Справедливо это, скажи честно. Конечно, справедливо, Серёжа. Почему же? Потому что в Большой Советской энциклопедии под номером праздник не твои стюардессы, а ты. И в этом проблема, Серёжа. Я думаю, что нужно будет сделать отдельное шоу про вас, дорогие мои. На самом деле, третий сезон доводит нам, что у нас приятная кампания, которая не зипсировала Дубцова, хотя бы могла, конечно. Что? 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 А я прослушалась. А, я потом прикладу. Я говорю, прекрасно выглядишь. Действительно. Это классно, когда двое твоих подопечных в суперфинале. Это однозначно классно. И меня запитывали весь тиждень, за кого я болеваю. Я говорю, я переживаю за того, кто програет. Потому что тот, кто сегодня выиграет, за пять минут разрядится его телефон с смс-ками. А помнишь, в пятом классе? А это твой родный брат, это твоя родная сестра. Короче, у переможца завжди много друзей. А у того, кто програет... И наследников. И наследников даже появляется, да. Уявится, что у него едет не одна дитина, а трое где-то там. И у Жени, где-то кто-то на стороне. И, короче, короче, тот, кто выиграет, он будет купаться в славе. И я переживаю за того, кто сегодня програет. Потому что до перемоги ему осталось лишь, или до прогрошу, четыре часа. Поэтому давайте побажаем сегодня всем хорошего концерта. Реально будут сюрпризы от членов в жюри. Я обещаю, не отходьте от телевизор. Но ни для кого не секрет, что победил все равно Кондратюк. Ну, нарешено в жюри. Нареште, навіть ты зрозумела. Дякую, панове. Просто зараз мені необхідно зробити один вкрай важливий крок. Цілий тиждень Україна визначалась...